МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север в студии Ольга Русулы в этом выпуске. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в нескольких населенных пунктах Заполярья. Так на карантин закрыли село Великовисочное. Увеличилось количество больных в Нижней Пёше. Завершается летняя навигация. Теперь рейсы Северной транспортной компании будут выполняться только на судах на воздушной подушке. Более полувека на благо Заполярья в преддверии профессионального праздника аграрьев звание почетного работника сельского хозяйства Ненецкого автономного округа присвоили Борису Кострушину. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей региона о неблагоприятной погоде в ночь с 8 на 9 октября. В Ненецком округе ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Под неблагоприятные погодные условия попадают такие населенные пункты, как Нарьянмар, поселки Искатели и Красное село Тельвиска. В связи с усилением порывов ветра до 15-20 метров в секунду Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу рекомендует жителям плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджии предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Опасность также могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Также не стоит находиться вблизи высоких деревьев и парковать рядом с ними автомобили. Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении. 16 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Ненецком округе. Всего лечения от коронавируса получают 195 человек. В стационаре Ненецкой окружной больницы находится 48 человек. 150 пациентов получают амбулаторное лечение. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2399 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2245 человек. За прошедшие сутки 18 человек. В регионе зарегистрировано 46 летальных исходов от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 1076 человек, и все они находятся на карантине. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась и в нескольких населенных пунктах Заполярья. Так, на карантин закрыли село Великовисочное. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ольга Сыропятова. На этой неделе в селе Великовисочное зафиксирована вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией. Сегодня из села в Ненинскую окружную больницу в тяжелом состоянии эвакуированы два жителя. Под наблюдением медицинского работника 12 человек. И на сегодняшний день, вот сейчас санзадание, два человека в тяжелом состоянии вывозятся санавиации. Так, значит, лекарства достаточно, средств индивидуальной защиты достаточно. Кроме того, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка наблюдается в селе Нижняя Пеша. Накануне в связи с ростом заболеваемости на селе было принято решение закрыть участковую больницу на карантин. Медицинская помощь жителям оказывается на дому. Что касаемо лекарственных препаратов, все обеспечены, масочный режим соблюдается. Маски выдаются населению из расчета со сменой каждые 4 часа. Дез средств достаточно. Стационар обрабатывается, сейчас стационар, и он закрыт на карантин. Медицинская помощь оказывается на дому. Значит, сам стационар, делается заключительная дезинфекция в стационаре и в амбулатории средствами сил медицинских работников. Проблема у нас существует в том, что контактные изолированные дома, они не находятся дома, не соблюдают домашний режим, а передвигаются по населенному пункту и посещают разные общественные места. Представитель профильного ведомства подчеркнула о важности и необходимости соблюдения домашнего режима в условиях распространения коронавирусной инфекции. Жителям сел нужно как можно меньше контактировать друг с другом и соблюдать меры личной безопасности. К решению вопроса подключились и в управлении Министерства внутренних дел. В ближайшее время в Нижнюю Пешу, Лабожское и Великовисочное будут направлены полицейские для контроля соблюдения гражданами домашнего режима. 13 октября завершается летняя навигация. Теперь рейсы Северной транспортной компании будут выполнять только суда на воздушной подушке. О том, как изменится расписание в межнавигационный период, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Одно из самых популярных направлений речной навигации на Ринмар-Тельвиско. Быстроходным судном на воздушной подушке можно добраться до конечного пункта в считанные минуты. Нравится, без разницы. Обычно ездим зимой на машине, летом на лодке. Ну вот тоже ездить у них. Каждые выходные почти ездим. Если бывает выбраться в город, то я обычно то такси вызываю, потому что у меня время не совпадает с рейсом. А подушка ходит очень хорошо. В летнюю навигацию добраться до населенных пунктов округа можно на лодке, речном судне и на самой популярной быстроходной воздушной подушке. Некоторым нравится потихоньку ехать, некоторым наоборот нравится на подушке ездить. Ну у всех все по-разному. Ну так, конечно, благодарят и за то, что быстро доставили. Скоростное судно на воздушной подушке Василий Самойлов встало на пассажирскую линию в 2016 году. Исправно проводился технический осмотр и текущий ремонт. Сейчас буквально в этом году вышло с капитального ремонта, заменили два двигателя, поставили более мощный, заменили гибкое ограждение, всю ресивера, что судно, так сказать, новое. В этом году летняя навигация закрывается 13 октября. С 14 числа северная транспортная компания переходит на межнавигационный период. Количество рейсов населенной пункты округа заметно уменьшится. Соответственно, изменится и расписание. По прогнозам гидрометеорологической станции, лед в порту Наринмара появится уже с 18 октября. Осенью 2021 года появление льда на Печоре ожидается 18-25 октября. В порту города Наринмара 18-19 октября, что соответствует средним многолетним срокам. При этом появление льда может носить неустойчивый характер. На Тундровых реках образование льда также возможно на следующей неделе на реке Морию, Каратайхе, Черной, Шапкине, Куя и Колве 15-20 октября. На реках Ома, Нерутас, Нопа, Индига, Вижес, Пеша образование льда прогнозируется на 20-25 октября. На реках Чижа, Шойна и Нес лед должен появиться к 10-15 ноября. Что касается прогноза погоды на выходные дни, то в Наринмаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0,2, днем 2,4 градуса. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 10 октября в России отмечается День работников сельского хозяйства. В канун праздника в Наринмаре состоялось торжественное вручение наград тем, кто трудится на благо аграрно-промышленного комплекса нашего региона. Так, звание почетный работник сельского хозяйства Ненецкого автономного округа присвоили Борису Кострушину, инженеру энергетику тепличного комбината «Солнышко». Тему продолжит Алина Ваучейская. Каждый день в полвосьмого утра в котельной тепличного комбината «Солнышко» появляется Борис Кострушин. Рабочая смена инженера начинается с обхода главного энергетического узла. Борис Васильевич проверяет показания приборов, работу оборудования. Если есть какие-то неполадки, вместе с коллегами оперативно приступает к их устранению. Мы – это самый тепличный комбинат. А на тепличном комбинате, если пару часов уже не будет определенной температуры, вот именно заданной, то растения уже могут появиться. Поэтому, как считается, сердце предприятия. Значит, я должен обеспечить так, чтобы там была постоянная температура, согласно заданного графика. На тепличном комбинате «Солнышко» уроженец Великовисочного Борис Кострушин трудится уже 16 лет. Общий же стаж инженера энергетика – 52 года. Получив образование судового механика-дизелиста в 1961 году, он по распределению попал в Нарьинмарский рыбокомбинат. Работал там до 2004-го, пока не закрыли предприятие. С рыбной отрасли на Цветочную перестроиться было хоть и непросто, но Борис Васильевич справился. И никогда даже не задумывался покинуть родной Ненецкий округ. Здесь родился, как говорится, я любил и люблю до сих пор заниматься рыбалкой, охотой, лесом, сбором ягод, грибом и прочее самое. А здесь, как говорится, на севере, где-то где-то создано, это раздолье. А что там я не видел этого расти? Каждый день стою и думаю, все, последний день иду на работу. Но с другой стороны приходишь за работу и видишь, что нужен он самый, ну и, как говорится, продолжаем дальше так вот работать. Сегодня Борис Кострушин отвечает за техническое обеспечение, бесперебойное снабжение комбината теплом, электроэнергией и водой. У коллег инженер-энергетик с полувековым стажем на хорошем счету. Технар до мозга, костей, да, очень ответственный, очень тщательно продумывающие какие-то решения. Он пользуется, конечно, уважением и авторитетом, поскольку он старший технар здесь. У нас ведь бывает в технической службе и аварийные ситуации. И что бы ни случилось, вот по первому звонку, будь это день, ночь, будь это выходные, праздничные дни, Борис Васильевич моментально собирается, приезжает, решает задачи. Сегодня Борису Кострушину вручили заслуженную награду. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса инженер-энергетику достоин звания почетный работник сельского хозяйства Ненецкого автономного округа. Вручение знака состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На церемонии также наградили председателя СПК «ХАРП». Надежде Ганевой за заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд присвоили звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Алина Ваучейская, Леонид Шишилов и Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается отборочный этап седьмого национального чемпионата «Обилимпикс». Кто участвует в состязании по профессиональному мастерству и в каких компетенциях, расскажет Василий Хатанзийский. Нам таких детей всего 14. Старательно вышивая крючком, Галина демонстрирует один из первых этапов создания пинеток – мягкой обуви для детей. Молодая девушка уже второй раз принимает участие в национальном чемпионате «Обилимпикс». Долго готовились. Каждый день ходили, вязали. Сначала не очень получалось. Может, тут надо было нитки прятать. Очень долго прятала их нитки. Потом получалось уже. Укладывалось во времени. Усердная подготовка к чемпионату дали хороший результат. Сейчас Галина представляет на суджюри детские пинетки ручной вязки. Занятие рукоделием – одно из самых кропотливых дел. Чтобы создать один декоративный ботинок, нужно прошивать его в несколько этапов. Сначала делается подошва. Потом идет вот эта часть. Получается вот эта вот красивая линия. Потом идет переход цветов. По нему надо будет ориентироваться, как делать убавку, чтобы получилась такая горочка. Потом начать делать столбики. Помимо компетенции вязания крючком, есть еще семь направлений. Одно из них – предпринимательство. Виталий Хабаров принимает участие в чемпионате уже третий раз. Но именно в этой компетенции впервые. Мы представляем бизнес-проект по производству варенья из морожки. В общем, почему? Потому что морожка является брендом нашего региона. И ту морожку в той консистенции, в том составе, который растет в Нейском автономном округе, нигде на территории Российской Федерации вы не получите. Кроме того, важное преимущество любого бизнес-проекта – это срок его окупаемости. Так как минимальные затраты, необходимые на производство, у данного бизнес-проекта – минимальные сроки окупаемости. Идея пришла Виталию случайно. Главный акцент при выборе специфики бизнес-проекта «Молодой человек» направил на эксклюзивное преимущество Ненецкого округа. Наша задача была сделать проект, который, скажем так, жюри заинтересует. То есть, в какой-то степени, может быть, даже озадачит. И поэтому было выбрано именно производство того продукта, который мы можем получить только на территории нашего региона. Для первого раза Виталий, участвуя в компетенции предпринимательства, просто приценивается и строит планы, как правильно создавать бизнес-проекты на следующий чемпионат. Сейчас моя задача – это правильно адаптироваться, сделать выводы, учесть ошибки. Потому что, кстати, вот сейчас эксперты, перед которыми мы защищались, сказали такие достаточно важные направления, в которых необходимо проработать этот проект, скажем так, учтем, посмотрим и будем дальше уже работать. Испытания на площадках проходят с соблюдением всех эпидемиологических требований. Также в связи с ковидной ситуацией состязания чемпионата проходят в новом формате. В период пандемии право провести отборочный чемпионат передано регионам. Соответственно, в этом году, как и в прошлом году, участники проходят отборочные соревнования на региональных площадках. Все площадки по компетенциям обустроены у нас в Ниньском региональном центре развития и образования. И они транслируются в прямом эфире на канал YouTube, где уже профессиональное жюри отборочного чемпионата оценивает все их действия. По итогам отборочных соревнований будет определён состав команды региона на седьмой национальный чемпионат об Олимпийс 2021, который пройдёт с 16 по 18 ноября в Москве. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Вот уже более ста лет насчитывает история средней школы в селе Ома. Сегодня это образовательное учреждение входит в число самых успешных российских школ. Регулярно принимают участие во всероссийских и региональных конкурсах. О буднях сельского дома знаний расскажет Александра Литкова. Добрая, весёлая, внимательная. Именно так чаще всего отзываются от своём любимом учителя сельские ребята. Классной мамой для первоклассников Омской школы стала Ольга Хвостунова, учитель начальных классов с 30-летним стажем. Мне нравится, тогда мы гуляем с ней. Мне нравится ещё урок с ней, тогда мы рисуем. Уроки никак в садике, тогда мы не до пяти ходим. И мне нравится особо, тогда мы ходим в спортзал. Там много места и есть где поиграть. Приезжего специалиста в первую очередь удивило количество учеников в классе. Больше десяти здесь редко бывает. Как говорит педагог, в этом есть свои плюсы. Есть возможность уделить внимание каждому, помочь каждому, более индивидуально подойти в работе к заданиям, которые ты даёшь детям. Поэтому, естественно, плюсы есть и там, и там, когда и много детей есть свои плюсы и минусы. И здесь то же самое. Особенно, когда ты работаешь индивидуально. Вот здесь возможностей больше, когда класс малочисленный. Педагоги из других регионов страны охотно едут в небольшое заполярное село. Вот Евгений Шарин, уроженец Кирова, после окончания вуза и трёх лет работы в родном городе, решился на переезд в Нинецкий округ. Уже три года преподает историю и общество знания в Омской школе. Встретили очень хорошо, душевно. То есть в аэропорту встретили, накормили, показали, где буду жить. То есть коллектив у нас очень такой сплочённый, дружный, в принципе. Школа хорошая, новая. То есть такое оснащение школы, как в ОМИ, я не во всех кировских школах больших видал. То есть у нас у всех есть в кабинетах интерактивные доски, проекторы. В плане учебников, каких-то методических материалов никогда не было недостатка. То есть всё есть. Надежда Рушникова тоже приехала в ОМИ в далёкой молодости. 45 лет её трудовой деятельности прошли в этой сельской школе. Я сначала приехала сюда, когда молоденькой, работала пьянеоружатой. Потом я работала воспитателем в интернате, заведующей интерната, в группе продлённого дня. Ну и потом уже учителем. Мы уже давно учителем работаем. Поэтому выпусков было много уже. Ученики Омской школы регулярно становятся призёрами и победителями различных конкурсов и олимпиад. За последние годы учреждение выпустило более десятка медалистов. Она всё хорошо, конкретно объясняет, даёт формулы понятные. Примеры приводит? Жизнь? Да. Ещё любимый предмет – география. Там тоже случаи жизни приводятся. Прививает любовь к физике омским старшеклассникам Людмила Болтовская, которая вернулась в родную школу после обучения. Она же директор учебного заведения на протяжении 13 лет. Сейчас здесь трудятся 19 педагогов. У большинства – высшая и первая категория. У нас все специалисты. Каждый ведёт тот предмет, на который он выучился. И мы этим очень гордимся. Мы очень это ценим, потому что специалистов в свой коллектив мы привозим практически со всей России. У нас работают люди из Омска, из Алтайского края, из Башкирии люди работают, Кировская область. И вот все они к нам приезжают по нашему приглашению. Мы долго их выбираем, очень большие переговоры ведём, длительные. Несмотря на отдалённость от окружной столицы, учебное заведение тесно сотрудничает с ресурсным центром добровольчества, молодёжным центром и другими организациями, а также со школами других регионов. Нашим детям просто надо это общение. Мы тут в своём котле варимся, поэтому нам немножко этого общения не хватает. И мы очень хотим подружиться с разными школами. Буквально сегодня у нас завязался такой проект «Дружим классами». Нам предложили поучаствовать в проекте «Подружиться с классом» с Ямало-Ненецкого автономного округа. Я классно-руководитель в 6 классе, и 6 класс Ямало-Ненецкого автономного округа тоже буквально сегодня уже с ними подружились. Количество наград и грамот в фойе школы говорит о многом. Всё это заслуга и учеников, и коллектива учреждения. Как признаются педагоги, главное для них дать не только отличные знания, но и воспитать успешных людей, востребованных в любых сферах деятельности. На этом у меня всё. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами.